Друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Алексей Тарасов, я старший преподаватель Центра компьютерного обучения специалист при МГТУ имени Бауна. И я веду курсы по веб-разработке. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы снова затагиваем работу с React. Я автор курса React в Центре специалист. И мы будем сегодня создавать микротест. Маленькая предыстория. Кто у меня на курсах был, уже знает, что обычно в конце модуля по некоторым курсам я предлагаю сдать тест. Этот тест обычно выглядит в формате Google Forms. И все, в принципе, удобно и хорошо. Но в последнее время я решил потихонечку переносить свои презентации из Google Docs в онлайн в формате HTML и JavaScript. И также то же самое я хочу сделать с тестами. Поэтому сегодня такой семинар, посвященный практическим проблемам. Как же я это собираюсь сделать? Дело в том, что у нас тест в Google Forms обычно выглядит приблизительно в следующем виде. Вот так вот. Если его слушатели открывают в формате прохождения теста, они видят перечень вопросов. Это пример теста по курсу JavaScript. Первого уровня, базового уровня. Они отвечают на эти вопросы. Они тыкают, тыкают, тыкают. В конце они нажимают отправить. И при желании они могут всякий раз посмотреть баллы. Вот эти ответы были даны правильно. Вот эти правильно. А тут, поскольку ничего никто не отметил, эти ответы не верны. Как вы видите, функционал такой достаточно простой. И хотелось бы сделать это на React, на библиотеке, одной из самых популярных библиотек по построению пользовательского интерфейса. Как обычно, наш вебинар во многом благодаря проходит тому, что мы приглашаем вас на курсы. Ближайшие курсы, которые стартуют по React. Поэтому пару слов о наших курсах. Ближайший курс по React у нас состоится 24.11. В обычном формате по воскресеньям с 10 до 5 часов вечера. И если вы имеете хорошие навыки подготовительные, знаете, что такое JavaScript дом, события, как работать с HTML, то в этом случае я приглашаю вас. А также у нас стартует еще открытое обучение прямо на Новый год, 2-го числа и 3-го числа. Поэтому я буду рад, если мы там с вами увидимся. Соответственно, на текущем семинаре он вам принесет пользу, если вы представляете, что такое BOM и дом. И в принципе, знаете, что такое React хотя бы немного. Потому что, если вы совсем не в курсе, не в курсе, то я боюсь, что текущая тема, она вам не очень понравится. В Центре специалистов курс обычно у нас идет 16 академических часов. Это либо 2 дня, либо 4 дня, если по 4 часа в день. Ну и в Центре специалистов всегда у нас, помимо курса React, есть куча других, больше тысячи других курсов. Поэтому в любой момент вы можете это дело посмотреть. Сегодня, когда мы будем сами делать наброски по React, мы будем затрагивать темы, которые у вас сейчас видны на слайде, на экране. Это темы, посвященные работе React с формами. Презентацию наши рекламщики обещают вам отправить в конце семинара. Я уверен, что так и будет. Это видео будет выложено на сайте, на канале Специалист ТВ на YouTube и на странице Специалиста. Ну а мы с вами приближаемся к практике. И поэтому я потихонечку перехожу в такое практическое русло. Вот я хотел бы, чтобы наши тесты, мои тесты для моих слушателей разных курсов выглядели так. Они заходили на определенную HTML-станицу, почти как на Google Форумс. И выбирали правильные ответы, чтобы там могли быть радиокнопки, чекбоксы, поля ввода, выбор цвета и другие варианты. Когда же человек нажимал «поехали», анкетируемый или тестируемый слушатель сразу видел правильные ответы. Идея очень проста. Здесь не ставится цель контролирующие проверочные упражнения проводить. То есть предполагается, что правильные ответы будут зашиты прямо внутри, на странице. Потому что, когда мы изучаем курс, напомню, тесты бывают разные. Одни обучающие, которые выявлены по-быстрому проверить усвоение материала и показать, где правильные, а где неправильные ответы. А другие контрольные, так вот, это не контрольные будут тесты. Это будут тесты, которые предполагаются, в общем-то, по-быстрому, прямо здесь сейчас в аудитории проверить и выполнить. Естественно, у меня есть небольшая заготовка. Она не касается React. Она была создана в рамках, в общем, вот этого миграции. Что это за заготовка? Она страница кода PN-IU. Это открытая страница, открытый адрес. Сейчас вы можете в любой момент посмотреть. Я создал формочку, которая принимает вот такой JSON. Это JSON с информацией о тесте и его вопросах. Выглядит этот JSON достаточно просто. Мы видим здесь название теста, массив вопросов. Массив представляется как массив объектов. И у каждого объекта есть название вопроса. Вот оно, свойство title сейчас здесь присутствует. У нас есть некоторые коды или тело вопроса. В данном случае предлагается подставить, что там будет правильным. Константа var или let перед d, чтобы получилась константа. И дальше варианты ответов, в одном из которых будет flag true. Я написал эту форму для того, чтобы тестировать правильность и корректность JSON, размышлять об этом в свободное время. Естественно, что предполагается, что этот JSON со временем будет создаваться при помощи тоже отдельных форм. И там на реакте все будет красиво, круто и весело и так далее. Соответственно, и так вводное, да. У нас есть JSON вот такого типа. Нам нужно построить отображение теста на экране при помощи реакта. При этом, если успеем, если время будет, при нажатии на кнопку ответить, этот тест должен показывать, какие ответы были отвечены правильным, каким неправильным путем. Ну и вот таким вот образом работать. Естественно, что мы с вами среду целиком полностью поднимать не будем. Это слишком долго, дорого, неудобно. Поэтому наверняка вы уже слышали про такой сайт, здоровский, который называется Codesanbox. Он позволяет управляться онлайн с редактором реактовским. Ну и другие тоже библиотеки, фреймворки можно использовать. Для того, чтобы воспользоваться средой, достаточно зайти по нужному адресу, сказать Create Sandbox и выбрать, на чем же вы будете работать. Я предполагаю, что мы будем работать с вами на чистом реакте. Поэтому окно выглядит вот так. И здесь уже все готово. В том смысле, что есть подключен реакт, подключен реакт дом, нужные файлы. Минимальные стили для того, чтобы страница отображалась. Мы можем немножко это дело поудобнее для себя через Ctrl+. Воссоздать. Вот так вот. Мы можем, например, написать вот здесь что-нибудь базовое. Привет, привет, тестируемым. Вот так вот. Это все дело опишется. Ну и дальше, как должен строиться тест, чтобы все заработало так, как мы планируем. Вот здесь уже пошла основная часть семинара. Спешить не будем. Я предполагаю, что все вопросы теста, они должны располагаться у нас где-то вот здесь. А значит, внутри компонента App, сам компонент App мы, естественно, оставим. Он здесь очень здорово смотрится. Мы напишем новый компонент. Я сильно с названием заморачиваться тут не буду. Скажу, что это будет компонент Quessions. Это будет компонент закрытый в том смысле, что из одного тега состоять. Раз. И этот компонент внутри себя будет получать некоторые данные. Вот они. Которые придут у нас извне. Эти данные мы возьмем из формы, которую я сейчас разработал. Обратите внимание, что коды Sunbox уже сейчас ругаются и недоволен. Скрою, чтобы он сейчас нам не мешался. Идея в следующем. Нам нужны эти все файлы, которые будут содержать Quessions, данные, создать, подключить. Собираюсь вот сюда и говорю, пусть в папке нашей SRC будет новых два файла. Один файл будет называться Data.js. Он будет как раз содержать данные из нашей вот этой вот формочки. Соответственно, лучше всего их сразу тут и поместить. Так, давай открывайся. Вот оно. Вот они, эти данные. Я могу сказать, что это сразу будет экспортироваться при помощи константы Data. Сейчас для нас не так важно, что же это будет. Let, War или Cons. Главное, что оно у нас благополучно экспортируется. А вот здесь мы должны это дело импортировать. И если вы раньше не сталкивались с экспортом и импортом в JavaScript, в React в частности, то, возможно, настал тот момент, когда пора это сделать. Мы говорим Data from и указываем адрес нашей страницы. У нас сейчас все на одном уровне лежит. Поэтому мы говорим Data.js мы подключим, сохраняем файл. И по-хорошему у нас остается только одна ошибка с вот этим вот questions. Вот здесь вот. Теперь мы создаем новый файл, который будет уже непосредственно отвечать за сам компонент. Мы назовем его questions.js. Я не буду сейчас создавать отдельную папку для этого компонента. И я думаю, что, в принципе, это сейчас и не нужно даже. И подключу этот компонент, ну, либо вот здесь, либо вот здесь, import, questions, from. То же самое, как у нас это было уже сегодня, точка backslash questions. Я его там обозвал не совсем красиво. Давайте-ка мы это дело подправим. Во множественном числе пусть будет написано. Вот он у меня подключается. Обратите внимание, что там по-прежнему ошибки пишутся, а здесь уже в самом редакторе подсвечивание ошибок исчезло. Ну, то есть, в принципе, все хорошо. Ну, вот как-то так. Теперь, что мы делаем дальше. Вот в этом questions, чтобы побыстрее достичь правильного результата, мы говорим, что будем экспортировать класс под названием questions. Questions. Вот так вот. И по-хорошему он должен у нас экстендис реакторский, реакторский наш элемент расширять. Вот так вот. Тедикс. Причем, как мы помним по предыдущим роликам у нас, это не просто так должно расширяться, оно должно расширять именно компонент класс. Вот так вот. И если мы и так все сделаем, то возможно даже, ну вот ошибки я там не вижу, чтобы пока он не исчезли. Ну-ка, а что он там, невалидный? Элемент из type из инвалид, потому что у нас чего? У нас, очевидно, функции render нету вот в этом questions. Поэтому давайте ее напишем. Метод render. Внутри метода render. Например, напишем на GSX что-нибудь типа вот такого вот H2. Он не разворачивается. Эмметом. Увы, эмметом у нас не разворачивается. Говорю test. И не забываю поставить обязательно return. Вы помните, что render обычно у нас return возвращает. Вот типа вот такого что-то сделает. Обратите внимание, что ему это дело не очень нравится. Вот. Ну, я немного озадачен, конечно. В какой-то такие ошибки. Восемнадцатой девятой в индексе. Восемнадцатой девятой в индексе. Тут у нас вроде бы как questions, questions. Давайте тут явно тоже GS пропишем. Окей. Нет, что-то ему до конца. До сих пор, если оно чему-то ему не нравится. Я пока не вижу в упор, чего ему не нравится. Соответственно, если вдруг вы там что-то заметили совсем провокационное, обязательно пишите в чат. Рассказывайте. А мне придется... Вы забыли экспорт. Я уже успеваю заметить, что кажется, я в questions забыл экспорт. Но как же так? По-моему, экспорт у меня вот здесь прописан. Почему же ему тогда не нравится мой компонент? Не знаю. Немножко озадачен. Потому что, по идее, вроде бы как, support experimental export default from the country не хочет. Он не хочет экспортировать. А что же ему не нравится? Что же ему не нравится? Экспорт у нас написан. Окей. Тут у нас в индексе questions from questions.js. Тоже окей. Чего еще не так? Класс я экспортирую. Потом его импорт делаю. Может быть, ему не нравится, что я не указал дефолтное. А, друзья мои, косяки. Бывают, бывают. Да, я всего лишь не указал экспорт дефолт questions. Вот у меня этот тест написался. В принципе, первый шаг, первая часть задачи, она решена. Ну, самая такая. Неинтересная, вводная. Теперь наша задача убедиться, что данные из нашей дейты вот отсюда попадают в props questions. Вот сюда, props questions. Мы их видим там как-то. Чего-то там с ними сделать можем. Ну, тут очень просто, быстро можно это дело проверить. Если мы запишем фигурки и скажем props.data и потом вспомним, какое свойство у нас есть, в данном случае testName у индекса. Да, вот здесь вот. Вот как-то вот так. То, по-хорошему, если он там у нас найдется, он должен это дело аккуратно подтянуть. Еще раз смотрю. Фигурка testName. Это свойство. Оно у нас пришло вот сюда. Data. Это у нас props. This props data. Нельзя почитать свойства на undefined. Так. Так. This props. Data testName. Он его никак не воспринял. Ну, тут неплохо было бы, конечно, пощупать вот так вот, чего там есть. Ну, я могу пойти путем таким более длинным и сказать, чего там у нас есть внутри data. Ну, что-то он и внутри data не пошел. Смотрим. Data вот здесь есть. Вот здесь у нас вот здесь у нас data присутствует. Нет. А у нас проблема с дейтой. В чем же проблема с дейтой? А-а-а-у. В чем же проблема с дейтой? Может быть, ему тоже здесь не хватает по умолчанию дефолта? Дело не в дефолте. А что тогда не так? Экспорт константу я сделал. Импорт принял. Если я скажу, что я просто дейтой, естественно, он у меня не захочет работать, текс. Задача вносить. Адрес такой же. Все пришло. Здесь перехватываем. Друзья мои, ну я задачен. Я сейчас немного схимичу. Я сейчас немного схимичу, а то у нас основная тема задачи, а основная тема занятия подвиснет. Кренно говоря, сделаю вот так вот. Потому что если мы здесь скажем, подзависим на этапе подгружения данных, вообще дело так далеко не пойдет. Вот я вижу, что у нас там что-то пришло, и вот здесь я теперь говорю, что у нас тестнейм мы хотим проверить. Вот они типа данных появляются, и соответственно вот этот тестнейм вот сюда мы окей, спасибо, alert. Вот здесь вот так вот выводим. О! Вот это у нас название типа данных. Мы его помещаем в H2, вот так вот. И название теста у нас есть. Вот это приветствие пользователя, вот это типы данных. Все отлично, все классно. Теперь основная, основной рабочий момент, который пойдет у нас, это сбор данных взятых из вот отсюда. Основной проход будет происходить по массиву questions. Вот он массив questions. Давайте посмотрим структуру, как она выглядит. Первое. Объект пошел. Название вопроса, код вопроса, варианты ответа. Вообще предполагалось, я вижу, что по времени мы скорее не успеем, если ответ правильный один, то мы рисуем для каждого варианта радиокнопку. если ответов несколько правильных, мы рисуем чего? Чекбоксы. Если вариант ответа скажем там, либо единственный, либо у него там какое-то хитрое поле текст, то в этом случае мы говорим, что поле ввода односточное текстовое. И таким образом, на самом деле, все HTML-ные варианты можно здесь прописать и потом форматируем. То есть бегаем по questions. Ну, раз так, поехали. Вот сюда мы забираясь говорим, что у нас будет отдельная переменная, которая из data questions вот отсюда подберется. Тыдыщи. Так, data questions, даже тут на этом этапе он мне говорит, что questions как-то он не рады. А почему? Да и то мы получили. А, стоп, 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 подождите, тут мы никакого не уедем, это же return не трогаем эту вещь. Окей, вот он у нас идет questions. Дальше мы вспоминаем, что у массивов в JavaScript есть такой классный метод, который называется for each, а есть еще такой классный метод, который называется map. Соответственно, если мы хотим вот сюда все вот эти вопросы вывести, то мы можем сказать, что вот этот массив questions, чтобы отдельную переменную не использовать, будет принимать внимание набор JSX на основе исходного массива. Чтобы у нас хоть что-то получилось, мы сюда сейчас передадим callback с L и индекс, это стандартные два аргумента callback. Вот, это во-первых. Вот, а во-вторых, посмотрев, что у нас идет внутри каждого questions, ну, например, там title, вот они идут, мы могли бы здесь сказать, что это будет return и указав JSX, ну, например, там h3 сказать, что будет внутри el . title. что-то типа такого. и чтобы эти questions хоть как-то у нас бы отрисовались, мы их вот сюда разместим, ну, можно в какой-то div было бы, а можно вот так вот, Тадых. Обратите внимание, что вопросы из нашего вот этого объекта data массива questions, они по очереди показываются. Ура! константа, константа. Какой тип, какой тип текст, тест с вопросом с чекбоксами, вот он, все показывается, все отлично, все работает, как запланировано. Вот, хорошо, но это еще не все, теперь мы говорим, помимо el, нам нужно какую-то html разметку, что если мы вот здесь поместим элемент div, да, внутри которого будет h3 и все остальное добро. Опять же, если писать это приложение прилично, так, чтобы не думать о том, сколько минут осталось, мы здесь бы вернули не просто JSX, мы бы вернули отдельный компонент question, который бы отдельный вопрос бы описывал. Это логично, естественно. Но, к сожалению, у нас сейчас вот по времени мы не можем так себе позволить, так что делаем на одном пока что компоненте. Дальше. Вспоминаем, что там еще есть. У нас есть некоторые коды. Коды мы можем разместить в элементе при записав соответствующее свойство вот сюда и обозвав его коды. Как-то так. если мы сделаем следующим образом. Я, кстати, не пойму, почему оно у меня центрируется. А, там стили дефолтные есть. Все нормально. Из-за стилей центрируется. Ход тоже присутствует. Все хорошо. Обратите внимание, что в двух вопросах у нас здесь хода нету, поэтому ничего не отрисовалось. Ну и дальше идет самое интересное. У нас идут варианты ответов. Опять же, давайте-ка мы вот тут создадим переменную вариант с, в которой пропишем из нашего ела вариант с, но так, чтобы оно опять в свою очередь пошло опять своим набором. Тут будет е, тут будет ай, и это все будет у нас вот такой вот функция. Что будет из себя принимать, как что из себя будет представлять вариант. Вспоминаем, вариант это наборы вот этих вот пунктов. Это в свою очередь тоже массив объектов. То есть мы должны по этому массиву пробежаться и варианты вывести, ну давайте поначалу скажем, что это будут радиокнопки, а там будем смотреть по времени как дела пойдут. Соответственно, по-хорошему мы должны вот здесь вот return что какой-то gsx какой-то gsx ну-ка еще раз вариант title который на основе title будет выводить label и сам и саму радиокнопку. ну я пока там не вижу что бы нам еще нужно было поэтому говорю div class равно row отдельная строка ты сделал и так теперь из чего состоит обычно у нас форма когда внутри элементы мы прописываем input и чекбоксы радиокнопки они сопровождаются лейблом помните да input type чекбокс input type radio и так далее вот поэтому мы говорим вот здесь будет у нас input input не работает здесь вот так обязательно закрыть это у нас не просто там html5 или там xhtml gsx идет дальше тип говорю я будет равняться чекбоксу раз и и что-то еще я хотел что-то я хотел еще ну давайте зададим for нет не for id равно id мы можем с вами склеить из строки id и номера вот такого вот да возможно эта идея будет не самой лучшей у нас же или менее много да идея будет не самая лучшая ну это как бы не самая большая проблема вот хотим по быстрым уникальности создаем какой-нибудь там счетчик вообще по-хорошему специально используются вещи типа там генерации случайных идентификаторов и так далее вот обзываем его не а j потому что у нас будет индекс возможно пригодится и вот эту j мы делаем плюс-плюс а вот сюда ее подставляем чтобы у нас оно там не повторит раз готово рядом же мы как хорошие разработчики задаем for и этот for будет у нас тоже идти и зайди с джеем понятно почему чтобы мы могли нажав на метку чего делать с чего сделать получить нажатие по радиокнопке а вот здесь вот вот здесь вот у нас должен быть сам вариант я забыл как там вариант у нас title да у нас title это вариант поэтому мы вот тут вот говорим el.title ну и с нетерпением смотрим что у нас получилось так а что смотрим сам код я варианта не вставил окей вот здесь вот будет у нас еще один элемент div у которого будет класс name обратите внимание не просто класса класс name вариант на будущее если вдруг захотите расположить там стиле для вариантов ну и напоследок мы говорим что сам вариант у нас вот тут прописывается окей а я сказал радиокнопки я сам создал чекбоксы да ну ладно чекбоксы даже на самом деле когда когда такую задачу мы делаем они здесь больше подходят они конечно визуально могут убить с толку когда один правильный вариант но когда несколько вариантов они не внесут проблему а так вот тут был бы код количество правильных ответов определяющий да хорошо хорошо так что еще бы тут неплохо было бы сделать так questions у нас где questions у нас вот здесь знаете я бы после каждого questions вот тут но внутри него наверное бы создавал еще вот такую небольшую отбивку хотя мы знаем что визуальное оформление там стиля лучше делать где на стороне css вот но сейчас по-быстрому это очень классно здорово так ну что дайте посмотреть еще раз тест подгрузился вопрос тело вопроса есть название теста коды варианты ответов можно выбирать без анимации как google forms но тем не менее здесь тоже так секунду а почему у меня сейчас вот здесь почему у меня вот здесь один и тот же вопрос сначала не обратил внимания вот он у меня идет вопрос константа константа такую а стоп такое чувство что заголовок дублируется а вот здесь вот е должен быть друзья мои видите как бывает даже не смотрю есть куда тыкать и все окей все вот так хорошо в конце в конце теста мы мы по-хорошему где-то вот вот здесь после questions должны с вами создать кнопку кнопку которая будет проверять нажатие правильность ответа кнопку вы можете сделать какую угодно тега форму у нас нету наверное мы сделаем баттон тоже подумайте стоило бы наверное прописать отдельный компонент для этой штуки ну вот тут вот прямо как в google форум проверить давайте посмотрим как оно у нас там покажется проверяем проверить вот проверить все хорошо она показалась отлично идем дальше что тут еще интересно сделать у нас сейчас эта кнопка она никак не реагирует на вопросы поэтому неплохо было бы создать какой-нибудь метод обработчик нажатия на эту кнопку и заставить его вызываться раз хотим значит можно сделать назовем его check questions вот он метод все дела но как только мы создаем метод и вот в эту нашу кнопку назначаем обработчик нажатие он клик как зис чего чек questions вот так у нас возникает проблема которую мы на курсах рассматриваем постоянно и вообще на первом джейсе там она вечно у нас проявляется вопрос такой на кого указывает зис если вы помните на кого зис указывает тут проблем никаких нету если вы не помните то проблема нажимаем по-хорошему она указывает вовсе не на экземпляр закончился она глобальный объект у меня она пока что почему она у меня вообще а не сохранил файл ну давайте сохраним файл так эй что такое почему ты у меня сейчас а ты ж 525 он клик написать undefined undefined ну окей не windows но тоже плохо undefined вот особенность реакта которую надо не забывать для того чтобы у вас все было хорошо вам обязательно надо когда вы создаете метод его этот метод забиндить а для этого нужно принять пропсы которые будут передаваться отдать родительскому методу эти пропсы внутри реакт компонента иначе у вас ничего из этого не выйдет и в третьих надо устроить что очень часто будет видно в наших приложениях биндинг функции когда мы говорим чтобы она навсегда была завязана на своем здесь потому что вот этот здесь вот этот здесь он как раз сам объект questions вот оно а теперь конечно когда мы нажмем на проверить у нас показывается object все хорошо все классно это наш текущий объект и все работает паник у нас время все-таки поджимает поэтому я наверное сейчас перейду скорее к состояниям состояние нашего теста целикового оно будет очень простое либо тест еще не чекит не проверен я неправильный чебок завалил про весь тест либо он чекит если он чекит то надо показать правильный ответ мы сейчас где правильный а где неправильный вообще не учитывали да вообще не смотрели но именно работу состоянием надо успеть посмотреть потому что иначе в общем-то в следующей части нельзя перейти поэтому мы говорим есть такая штука в реакции как создание состояния приложения или компонента в данном случае у нас будет здесь чек и чек будет по умолчанию false да состояние будет у нас опс секунду это же свойство просто false а как же мы будем его менять мы будем его менять вот тут вот по нажатию вот здесь по нажатию берем какое-то событие которое пришло говорим что это событие на автомате prevent default кто помнит джаваскрипт расширенный наш второй уровень тот курсе о чем речь и меняем состояние поскольку здесь уже тот самый который нужно мы говорим set state и вот сюда внутрь set state указываем что новый объект у которого будет чекер обязательно новый нельзя менять исходные объекты подставляя их потому что в этом случае нас поджидает опасность так следующим шагом что здесь еще нам надо как-то это где-то в общем-то теперь отразить насчет проверки я уже не успеваю теста будете следить за новостями за моими реальными тестами увидите экземпляр а мы сейчас где-нибудь во-первых это изменение состояния отразим в самой кнопке во-первых чтобы она не нажималась больше ну и во-вторых напишем тест проверен просто как фразу чтобы всем было видно забираемся в кнопку вот сюда вот сюда и здесь прописываем следующее следующее мы говорим если this state check it вопрос если check it вопрос если true если оно проверено то в этом случае мы подставим сюда disabled раз в противном случае мы там ничего подставлять не будем и что нам скажет на это наш шлачек а ему тут что-то в этом не нравится так чего не нравится чего-то ему не нравится друзья секунду вопрос disabled text что ему не нравится что-то я неправильно указал давайте попробуем давайте попробуем тогда в этом случае чего-нибудь своя типа вот такого как свойство воспринимается скажем вот так disabled равно и либо он будет если так то true вот так вот то скажем что false что он на это скажет а ну вот окей давайте проверим как это работает проверить вот кнопка становится недоступной после первой проверки понятно что если мы обновим страницу то тест опять станет доступен но будьте уверены если в google forums еще раз открыть по той же ссылке тест и автор не указал одноходный одноразовый одноразовую сдачу то его тоже можно много раз проходить все нормально вот окей как-то так ну и как я сказал внутри вот здесь вот после тайтла мы тоже хотим написать где-то вот 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 здесь вот 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 так вот значит если если у нас чекет то в этом случае мы говорим что проверен проверен или сдан например ну сдан это больше уже как правильный неправильный в противном случае ничего смотрим вот сюда сейчас проверить тадых проверен отлично все работает хорошо и вот у нас уже время там подходит к завершению к сожалению да и вот здесь что еще остается у нас остается во-первых как сделать чтобы там где радиокнопки радиокнопки рисовались а чекбоксы чекбоксы то есть вот в этот questions в зависимости от количества правильных ответов чекбокс писать чекбокс радиокнопки радиокнопки это раз второе нам нужно хранить очевидно состояние то есть на этапе когда мы пропусы получили надо запоминать состояние какие ответы у каких вопросов будут правильные и им соответственно когда мы говорим нажимать ответить у них вот отсюда брать данные то есть нам придется тут вешать обработчики по нажатию чтобы состояние менялось и так далее я уже теперь вижу что так сказать этот проект эта задача она на глазах разрастается вот но идея вот такая поэтому могу сказать что грядет обновление моих тестов вы обязательно увидите их у нас будут публикации по поводу существующих тестов сможете пробовать потестить открыть я этот пример сейчас сохранил и ссылку на него расшарю вот так вот вы сможете в любой момент времени при желании его потестить посмотреть вот я бы чтобы мы успели поместиться в указанное время хотел бы последнюю слайду перейти и спросить если у вас вопросы если есть пожалуйста пишите в чат уточняйте а также записывайтесь к нам на занятия подписывайтесь на youtube канал всем удачной разработки и всего доброго чтобы спасибо